Всем привет, это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. Сегодня у нас крайне специфическая модель, и вообще непонятно, часы ли это или секундомер на запястье. Seiko в прошлом году представили интересные экземпляры в нескольких цветовых решениях, сегодня один из них мы посмотрим поближе, так называемый панда-стиль, где светлый циферблат разбавляется темными маленькими субциферблатами, и модель эту вы сможете приобрести в моем магазине Частерклаб.ру, ссылка будет в описании. Только взял часы в руки, и первое же впечатление, они вживую значительно меньше, чем кажутся на фотографии в интернете, то есть это вполне себе приземленные габариты корпуса, не то что могло показаться на фото. Вполне себе, кстати, он укладывается в современные тенденции, то есть небольшая высота по краям ушек, ушки слегка сгибаются вниз, правда крупные кнопки и крупная головка, но и стекло выпуклое, то есть тут еще и толщина достаточно приличная, вроде бы кажется, но самом деле менее 13 даже миллиметров, то есть тоже вполне себе приземленные габариты, даже несколько полированных граней мы видим, задняя крышка, тут пленочка, ее снимать не стал, но вот интересно, что на задней крышке, помимо информации о стекле сафировом, о 10 атмосферной воднепроницаемости, указали китайское производство, то есть в целом не удивление, что многие модели, особенно бюджетные, Seiko производят на своем заводе в Китае, однако вот так, чтобы на задней крышке было написано Made in China, у Seiko, ну такое я по-моему не помню ни разу, интересное решение. Ну а под сафировым стеклом, которое кстати с антибликовым покрытием на внутренней поверхности, мы видим тот самый циферблат в стиле Panda, кстати циферблат не белый, а вот такой сероватый металлик цвет, еще и сатинирование, ну и 4 сок циферблата, очень красивый эффект, вблизи, как вы понимаете, основное время это циферблат в районе 6 часов, и тут стрелки часовая, минутная, да, секундной стрелки в данной модели нет, зато есть логотип серии Prospex, ну и множество надписей, название кнопок и точность хронографа, одна сотая у аналогового хронографа, точность одна сотая, можете себе представить, да здесь нет быстрого запуска, то есть сразу кнопку старт мы нажать не можем, сначала на Mode, то есть переходим в режим хронографа и давайте я вам еще раз это покажу, то есть мы нажатием кнопки перешли все стрелки стали в 12 и уже по нажатию кнопки старт, начинаем отсчет, посмотрите на суп циферблат в районе двух часов, как вы понимаете он как раз отчитывает сотые доли, ну и это конечно прям вентилятор, очень быстро вращается стрелка, десятые в районе 10, секунды в районе 12, ну и уже минуты будут отчитываться здесь, до 60 минут хронограф и минуты будут отчитываться одновременно движением минутной и часовой стрелки, то есть они друг под другом находятся и будут двигаться вместе, да здесь нет часового измерения, то есть два часа три часа мы измерить не можем, но зато точность феноменальная, посмотрите, вот например мы сейчас измерили и остановили на 41 секунде и 95 сотых, можем далее запустить, также есть сплит отсечка, возвращаемся к измерению и конечно все это, вся эта красота достигается за счет того, что в механизме 8A50 есть 5 независимых моторов, то есть каждая стрелка вращается благодаря отдельному моторчику, то есть настолько вот здесь все продумано, чтобы было плавное движение, чтобы четкое движение было, чтобы ничего не сбивалось, ну и помимо всего прочего солнечная батарея до шести месяцев автономного режима, ну и плюс они подзаряжаются, как вы понимаете, от любого источника света, ну а еще ко всему прочему, если вдруг стрелки вашего хронографа будут показывать вниз, то это будет означать, что пора бы часы подзарядить, что касается самих часов, ну конечно это вариант такой, наверное не на повседнев, но вариант для спортивных людей и стоит отметить, что во-первых не весь промежуток у вас будет вращаться данная стрелка, еще и десятые, то есть они где-то через минуту останавливаются и вращаются уже только секундные-минутные, но конечно при желании мы остановить можем измерения, ну и снова запустить вот с этим вращением. Что касается истории, в 64 году Seiko впервые становится официальным хронометристом Олимпийских игр в Токио и тогда начинается массовое производство высокоточных измерительных приборов, кстати тогда же в том году выходит знаменитый краун хронограф, который дал начало, вдохновил множество последующих моделей и уже тогда были представлены секундомеры хронографа с точностью 1,5, что для того времени было конечно феноменально. В 1985 году Seiko становится еще и хронометристом соревнований по легкоатлетике и до сих пор им является, ну и это не могло не спровоцировать производство различных видов наручных хронографов, в частности в 90-х выходила модель Sportura Kinetic, 12-часовой хронограф с точностью 1,10 и как мы видим дизайн такой же с четырьмя с циферблатами, ну а в 2004 году на 40-летний юбилей Crown Chronograph выпущена еще одна генетическая модель, также похожая на нашего сегодняшнего гостя, который кстати вышел в 2023, причем некоторые модели в лимитированном тираже. Lumibrite, да конечно полную темноту нам сегодня создать не удалось, но я думаю вы прекрасно видите, что с читаемостью в темноте у основного циферблата не нет никаких вопросов, индексы и стрелки подсвечиваются отлично. Ну а вот модель на запястье, посмотрите, о чем я вам говорил в самом начале, то есть у меня обхват не такой большой, 16,5, что-то между маленьким и средним размером и даже на моей руке модель сидит отлично, потому что здесь всего 48,3 высота по краям 42 диаметра 12,9 толщина, так что если вы беспокойтесь, что они вам будут велики, не беспокойтесь, ну и конечно ничего у вас тут в руку не упирается, благодаря смещенному положению кнопки и головки. Браслет, браслет конечно литой, хороший, качественный, ширина 20 миллиметров и такая вот застежка тоже приличная, и на обхват до 20,5 сантиметров вроде бы все хорошо, но конечно крайние звенья у таких браслетов, я не знаю, но что-то нужно делать Epson компании, потому что и у Seiko, и у Orient вот это происходит, крайнее звено так неудачно соседствует соответственно со следующим, что иногда появляются какие-то микро-микро-микро там следы, ну да ладно, общий вес 152 грамма, тяжеленькие, но в целом это приятная тяжесть. Не уверен насчет повседнева, модель как я говорил специфическая, это естественно спортивный стиль, безусловно, хоть и вес приличный, но ее вполне можно использовать при занятиях спортом, да и в целом со спортивным стилем одежды. Ну а так использование летом подходит, голое запястье, посмотрите, прекрасно сидит с футболкой с пола, будет я думаю отличным сочетанием. В итоге хотел бы сказать, что всегда рад, когда один из японских брендов, будь то Casio, Seiko, Citizen или Orient, выпускает какую-то вот такую необычную модель, которая с одной стороны выделяется из общего ряда, а с другой имеет исторические корни, то есть вдохновлена какими-то старыми моделями марки, и здесь мы это видим воочию, то есть с одной стороны это не свойственно для Seiko, вот такой своеобразный циферблат, с другой стороны вполне себе все это мы могли наблюдать и ранее в ретро-моделях. Ну конечно по обработке самого циферблата вопросов нет, здесь все так вписано грамотно, вот эти четыре циферблата черных, очень красивая получилась гамма, вроде бы кажется, что стрелки грубоватые, эти три верхних, но все равно не покидают чувство гармоничности. Что касается кнопок, головки, да они крупноватые, но еще раз, сам корпус вполне себе приемлем, то есть его можно носить на среднее запястье вообще без каких-либо проблем, ну и механизм солнечная батарея не может не радовать, плюс еще и хронограф, 5 независимых движков, ваше измерение времени будет происходить максимально плавно и точно. Нетипичная для бренда Seiko цена, перевалившая за 100 тысяч рублей, а у лимитированных версий приближающаяся к 150, может вызвать у кого-то шок, но стоит понимать, что это, скажем так, модель не для всех, то есть не как за самураями и черепахами за ней будут бегать толпы, это для тех, кто, наверное, ценит спортивный стиль, для тех, кто ценит историю Seiko, в общем-то, скажем так, экземпляр, который заставит людей посмотреть на ваше запястье и возможно послушать какую-то предысторию о данных часах. Мы постарались предложить вам максимально приятные по рынку цены, поэтому если вдруг вам эта серия приглянулась, то обязательно присмотритесь к ее покупке. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте ее в комментариях под видео, и если оно вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. На этом все, всем пока!